конечно же большим инельблером для умного дома стали голосовые интерфейсы вот это не то что мы яндекс и поэтому мы везде хотим чтобы алиса существовала мы видим это на западном рынке мы видим как развивается умный дом у наших конкурентов у сбербанка у мтс и у других других ребят которые делал голосовые ассистенты мы видим что если раньше умным домом нужно было управлять с помощью мобильного телефона то сейчас это практически все любое управление голосом заметьте что практически все интеграторы которые с нами сегодня здесь есть они все говорили что все они так или иначе интегрируются голосовым ассистентами чтобы можно было голосом попросить того или иного виртуальным ассистента что-то ведь что-то исполнить вот это наверное максимально самым большим от большим отрывом идет от всего остального все остальные тренды довольно техник технически они довольно технические например что типа технологии позволили сейчас делать такие устройства которые они очень энергоэффективные вот и поэтому можно накупить себе всевозможность всяких устройств такие как датчики вот раскидать их по всей квартире и они будут работать но в несколько лет два три четыре года вот до таких доходят устройств плюс какие-нибудь умные замки умные штуки которые окна открывают вот все они умеют так или иначе работать на батарейках это значит что в обычную самую простую московскую российскую квартиру можно можно свой дом оцифровать